Продолжение следует... Как и остальное оборудование, этот контейнер изготовлен из нержавеющей стали, чтобы не загрязнять продукт. Температура сушильного аппарата и потоков воздуха запрограммирована. Грануляция должна быть высушена при температуре 40-50 градусов по Цельсию, после чего и придается форма таблетки. Формовка таблеток выполняется этим прессом, который спрессовывает порошок. Пресс вызывает давление от 2 до 5 тонн. Вот как выполняется формовка. Приемник пресса распределяет порошок по формам, изготовленным из стальных дисков. И два станка для тиснения, один наверху, один внизу, спрессовывают порошок, образуя таблетку. Этот пресс работает на полной мощности. Он может изготовить 5000 таблеток в минуту. Каждые 15 минут 5 таблеток подвергаются проверке качества. Их прочность проверяется с помощью этого аппарата. Тиски сдавливают их силой от 2 до 20 килопаскалей. Теперь таблетки нужно покрыть оболочкой, чтобы они не крошились. Для этого используется раствор из воды и красящего пигмента. Это устройство нанесения оболочки. Оно может вмещать 160 килограммов таблеток. Три продуманно расположенных пластиковых трубы будут распылять раствор по движущимся таблеткам. Необходимое количество сухих таблеток помещают в устройство для нанесения оболочки. Затем дверца в отделении плотно закрывается. Внутри вращаются барабаны и пилюли все время переворачиваются. Сопло распыляет раствор в виде тумана, который быстро высыхает, не давая таблеткам слепаться. Этот процесс длится 40 минут. Вот мы и можем сравнить таблетки. Слева таблетки, состоящие из одного порошка справа, покрытые оболочкой. Перед расфасовкой готовые таблетки спускаются по лотку в счетчик. Их пускают по желобкам, чтобы сделать расфасовку проще. Количество таблеток, которые помещают во флакон, контролируется автоматизированным устройством, связанным с счетчиком. Сейчас каждый флакон кладется по 500 таблеток. Этот завод производит и капсулы, в которых порошок не прессуется, а закачивается в желатиновую оболочку. Этот распределитель помещает две половинки капсулы в подходящие для наполнения положения. Более широкая половинка сверху. Нижняя половинка наполняется порошком. После этого две половинки капсулы соединяются. Готовые капсулы высыпаются из этого устройства. Затем под влиянием центробежной силы они отправляются на упаковку. Вес каждой капсулы проверяется этим счетчиком. Каждая капсула должна иметь определенный вес. Заключительный этап это упаковка. Листы прозрачного поливинилхлорида нагреваются и в них делается углубление для капсул. Затем предварительно проклеенный лист алюминиевой фольги подкладывают под низ запечатывая капсулы. Этот завод каждый год выпускает миллионы таблеток и капсул. Продолжение следует...